24 числа всем друзьям, которые были у него в социальных сетях, пошла рассылка от, я так понимаю, агенты какие-то украинской стороны с левых страничек присылали фотографию моего сына и писали, что он в плену. Мы стали искать, мне позвонила сестра, сообщила об этом, мы стали искать информацию в интернете, нашли фотографии, видео, подтверждающие, что да, действительно, я знала, что он на учениях, где-то недалеко на территории России, но недалеко от Украины. 23 вечера я ему, точнее он сам мне позвонил, я спросила, как у вас там дела, у вас там тихо, ну я намекнула, что вдруг там что-то. Он сказал, нет, мам, не переживай, все хорошо, все тихо, спокойно. И вот на рассвете, видимо, их уже повелели через границу. У меня есть обращение, если вы позволите. Да, пожалуйста, пожалуйста, да. Ко всем представителям власти, ко всем, кто замешаны во всем этом посленно или напрямую. Просто независимо от того, где они сидят, какое место занимают, они такие же люди, как мы. Мне кажется, они заигрались на пороге чего-то очень страшного, и я думаю, что это надо прекращать. Не взяйте дальше, потому что у каждого из этих мужчин в руках ядерное оружие. Может быть, не у каждого, но даже достаточно одного, у которого оно есть, чтобы земля очень сильно пострадала. Пострадают все. Сейчас страдают не только люди на Украине, мы тоже страдаем. У нас идет информационная бомбардировка, меня закидали сообщениями, угрозами, и я не одна такая. Всем родителям, всем родственникам идет рассылка страшных вообще сообщений. А что происходит в Украине, я вообще не могу представить там кошмар.